Поэтому из положительного я изверю, что в России начинаются те процессы, которые необратимые. Бен Ходжес сказал, что Россия создает хаос, который переведет к развалу. Нам нужна главная задача, это удержать эту навалу до того, пока там начнутся эти необратимые процессы. Через информационную войну сделать все, чтобы эти процессы быстрее начались. Я, например, жду Зеленского заявления, он же, насколько я помню, сказал, что как только будут объявлены территории российскими, мы прекращаем всякие переговоры, выходим из переговорного процесса. Поэтому нам нужно выйти, честно объявить, что граждане россияне. Если вы хотите говорить о мире, мы требуем три условия. Первое. Выведение войск с территории Украины, но не просто выведение, а с учетом огневого поражения. То есть, если это, например, минометные расчеты, они должны быть на расстоянии 5 километров. То есть, чтобы до границы, то есть, например, грады 40 километров, чтобы они не могли попадать на нашу территорию. Демилитаризация границ России. Да, да. Ну, Путин же хотел демилитаризацию, но ее надо провести. Второе. Сдача всех военных преступников, включая с Путиным. Кто принесет голову Путина, тому амнистия. Правильно? Но они что не уйдут на таких условиях? Смотри, наша задача стать субъектом. Рождать вызовы. Не рефлексировать, я соберу миллион. А нам насрать. Понимаешь? Мы выставляем. Если вы разумны, хотите, бегите с Россией. Не хотите? И третий вопрос. То, что волнует Запад. Передача ядерного арсенала международной комиссии. Это то, что, кстати, я вам скажу, это то, что будет, если они нанесут тактический ядерный удар, либо удары по Украине. Так это уже надо сейчас озанучить. Это то, что их неизбежно ждет. Потому что, по большому счету, я согласен с тем, что Украина уже сейчас должна говорить о том, что она может иметь все основания просить тактические ядерные боеголовки и ракеты, которые будут их доставлять от американцев. Потому что мы отказались от ядерного оружия. Ну, если американцы боятся применять ядерное оружие, то пусть отдадут нам то, что, собственно говоря, забрали. Мы будем его применять. И, по крайней мере, это будет паритет, раз они нам угрожают. Или, если американцы боятся бить по России, ну, бейте по Беларуси, как Медведев там сегодня написал, что Украину никому не жалко. Поэтому мы ударим по Украине для того, чтобы показать штатам. Ну, вообще, сама логика ублюдочная, это просто бред сивай-кобылы. Показать штатам, что вы нас должны бояться, и мы хотим с вами иметь какой-то паритет. Да какой паритет вы будете иметь, долбоебы? У вас уже вся история закончена. Я с тобой согласен в том, что вот если бы нужно было придумать Путина ЦРУшника, то вот он реализовал. Лучшего не придумываешь. Он лучшего не придумываешь. Он не справился. Вот реально никто бы не справился. Я не думаю, что нам надо обсуждать бредни Медведева. Медведева.